Министерство обороны сообщили, что за сутки наша авиация совершила более 60 вылетов и уничтожила 55 объектов группировки Исламское государство. И кроме того, военный готов план взаимодействия в Сирии с коалицией, возглавляемой Америкой. Подробнее Георгий Алисашвили. На российской авиабазе сейчас горячая пора. Шасси только что приземлившихся самолетов сразу же заливают холодной водой. Тормозные механизмы приходится охлаждать вручную, чтобы как можно скорее подготовить машины к новым вылетам, которых становится все больше. Рост интенсивности боевых вылетов нашей авиации связан со значительным увеличением количества выявленных средствами воздушной и космической разведки наземных целей по всей территории Сирийской Арабской Республики. Сразу в нескольких провинциях Рака, Хама, Дамаска и Алепа боевики отступают. И такая передислокация сил, которую фиксируют наши беспилотники, часто похожа на бегство. В Минобороны отмечают основные и самые крупные цели инфраструктуры ИГИЛ в зоне действия наших самолетов уже уничтожены. В районе населенного пункта Квайзер, провинции Алепа, самолетами Су-24М нанесен удар по базе военной техники боевиков. В результате прямого попадания уничтожено более 10 единиц техники, в том числе два танка и пять боевых машин пехоты. Начался пожар, укрытия, в которых находилась техника, полностью уничтожены. В районах, по которым работает российская авиация, в наступление переходят наземные войска Сирии. Накануне регулярная армия отбила город Бахса в провинции Хама. Еще вчера утром здесь стояли отряды так называемого фронта Ан-Нусра. Это сирийский филиал Аль-Каиды. Ключевой фактор именно поддержка с воздуха, говорят сирийские военные. Сейчас на этом участке боевики впервые за долгое время отступили и ведут снайперский огонь с прилегающих высот. Басха – это только начало нашего пути. Наши солдаты сейчас проводят зачистку. Очень много террористов остается в округе. Мы надеемся с ними справиться при поддержке российской авиации. На другом участке, неподалеку от турецко-сирийской границы, правительственные войска полностью освободили долину Кын. В этой зоне российские самолеты уничтожили командные пункты и склады вооружения боевиков. Долина, по сути, плацдарм для наступления на столицу провинции Идлиб. Оттуда открывается прямой путь на Алеппо, второй по значимости город в стране. Между тем, США решили пересмотреть программу подготовки бойцов сирийской оппозиции. Глава Пентагона Эштон Картер сегодня заявил, что Вашингтон будет помогать лишь тем группам, которые выступают против ИГИЛ. В сирийском генштабе к этим словам отнеслись с недоверием. Решение американского президента о пересмотре программы помощи так называемой сирийской оппозиции скорее ставит новые вопросы, чем дает ответы. Прежде всего нельзя забывать, что у так называемой сирийской оппозиции только стилистические расхождения в образе жизни и взглядах по сравнению с ИГИЛ. А в остальном они такие же головорезы, просто меньше красуются перед телекамерами в черных балахонах. В Дамаске считают, оппозицию связывает только общий источник финансирования. Единого центра у нее не было и нет. Чаще всего речь идет о разрозненных отрядах, каждый из которых отстаивает прежде всего свои интересы. И здесь важно, насколько эти интересы идут вразрез с планами боевиков ИГИЛ. Россия открыта для контактов со всеми, кто хочет бороться с террористами в Сирии. Минобороны готовы координировать боевые вылеты наших самолетов с операциями сил западной коалиции. В Минобороны России подготовлен проект совместного межведомственного документа по мерам предотвращения возможных инцидентов в воздушном пространстве Сирии между военными самолетами России и коалицией, возглавляемой Соединенным Штатом Америки. Данный проект был оперативно направлен по установленным каналам связи американской стороне. Ожидается, что стороны обсудят этот проект в ближайшее время. Консультации пройдут в формате видеоконференции представителей оборонных ведомств России и США. И вот как только что нам сообщили в Министерстве обороны России, наши и американские военные уже провели видеоконференцию. Еще одна, как предполагается, пройдет в ближайшее время. Продолжение следует...